Приветствую вас, Марина. Знаете, я буду с вами, с вами, пожалуй, откровенен, вот, и скажу вам примерно следующее, что мне после прочтения вашего текста очень хотелось сказать вам «Уходить». То есть, вот, вперёд, брат, там, молодой человек, пусть уходит. Если вы думаете, что любовь – это когда манипуляции ультиматоры, то, ну, я боюсь, что в некоторой степени вы заблуждают. Я боюсь. И, может быть, вы молодого человека своего и любите, но то, что он любит вас, я, если честно, сильно сомневаюсь. Вообще, по вашему тексту я бы сказал больше, что проблема с самооценкой у вас, а не у него, потому что вы позволяете ему вас контролировать, вы позволяете ему ограничивать вас в том, что вы хотите, и вы позволяете ему, в общем-то, доминировать над вами, ну, вот в таком ключе, понятно, да, вот в таком ключе доминировать. И это связано только с тем, что вы боитесь его потерять. Это связано с тем, что вы, вероятно, боитесь от того, и мой коллега, к сожалению, прав, говоря о том, что вы пытаетесь человека спасать, вы пытаетесь найти какие-то выходы, но правда в том, что молодой человек не хочет отыскать. И основная проблема заключается в том, что вас это все ограничивает. Основная проблема заключается в том, что вы позволяете себя обесценивать, принижать. Короче говоря, вы ради молодого человека, ради его ревности, подпитывая его неуверенность в себе, по факту нанося ему вред, отказываетесь от того, что важно вам. И сейчас это достигло такого своего вот, ну, такого своего рода апогея, достигло это, вот. И на мой взгляд, на мой взгляд, в этом есть трудность. На мой взгляд, именно трудность в том, чтобы проставить личные границы между вами, допустим, и молодым человеком. То есть, к примеру, ну, вот, вышло так, что молодой человек, там, вот, имеет, он, проблемы с зубами, хотя я, честно говоря, не очень понял, что это за проблемы, да, какие проблемы с зубами, вы пишите, пишите вроде бы, что проблемы чисто эстетические, вот, но потом вы пишите, что ухудшается здоровье, то есть я вот, честно говоря, я не очень понял, так, вот в чем же, собственно говоря, трудности в детстве, но совершенно очевидно, что молодому человеку нужно остаться с своими проблемами наедине, вот, совершенно очевидно, что молодому человеку нужно увидеть, почувствовать, что он один на один со своими трудностями, вот, и тогда, может быть, что-то изменит. Но не раньше. Вот раньше поменяться, ну, просто нечему, потому что нет никаких, ну, таких вот, скажем, предпосылок, предпосылок, нет, предпосылок для того, чтобы что-то менялось, нет никаких оснований для того, чтобы, вот, что-то понравилось по-другому. И, по большому счету, молодой человек играет в игру, да, но вы можете поисследовать эту игру, вы можете эту игру изучить в интернете, она есть в интернете, эта игра, вот, она так и называется, в общем-то, эта игра, она так и называется, да, но, вот, вы можете эту игру поисследовать в интернете, интернете, и вы увидите, что по факту вы играете в неё. Вы играете в эту игру, которая называется «ДАНО». Что такое представляет из себя игра «ДАНО» в общей сложности? Ну, в общей сложности игра «ДАНО» представляет из себя то, что один человек делает видимость своей деятельности. То есть он демонстрирует, что он старается, что он пытается как-то вот ситуацию разрешить, он демонстрирует такую вот вроде как активность, что вот я стараюсь, я пытаюсь что-то изменить, я пытаюсь что-то сделать, но в итоге всё это ни к чему не приводит, всё это ни к чему не происходит. и человек отказывается по факту признавать свои проблемы. То есть вот ваш молодой человек, он по большому счёту отказывается признавать тот факт, что он не справляется сам. И опять же для меня немного странно то, что мужчина, например, предпочитает ограничивать вас, но не решать свои проблемы. На мой взгляд, это характеризует его далеко не самый лучший, на мой взгляд, страны. Вот, собственно, то, что я мог бы вам сказать, опираясь вот именно на то, что я писал. Молодой человек скорее всего не уйдёт, потому что он от вас зависим, так же как вы, судя по всему, зависимы от него. Вот. Но вы поймите, что его ревность, его проблемы с самооценкой, ваше поведение такого вот плама только подпитывает. Вот. То есть оно никак ему не помогает справиться со своими трудностями, оно никак не помогает ему стать более уверенным в себе. Вот. Но при этом видя, например, как вы, вот именно видя как, как вы, ну грубо говоря, идёте ему навстречу, да, видя как, видя как вы вот поддаётесь ему, а видя как вы, видя как вы реагируете на его, а, ну на его, а, какие-то вот, скажем, ну скажем так, претензии, да, видя как, видя как вы реагируете на то, на то, чего он хочет. Вот. Он становится более, более уверенным как раз таки в том, что его действия верны, что его действия, они, ну скажем так, адекватны. Да? Хотя на самом деле это, это не так от слова совсем. Вот. Вот по факту то, что я могу вам сказать сказать. Вот. В этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...